Здравствуйте дорогие друзья, в эфире Radio.net выпуск номер 102 и в студии его постоянный ведущий Анатолий Кулаков и Игорь Лабутин, всем привет. Особенный привет нашим замечательным помогаторам Александр, Сергей, Владислав, Гурий Самарин, Александр Лапердин, Виктор, Руслан Артамонов, Сергей Бензенко, Лазарев Илья, Шевченко Антон, Ольга Бондаренко, Сергей Краснов, Константин Ушаков, Андрей Фазлеев, Дмитрий Павлов, Пастанаков Андрей и Дмитрий Сорокин. Спасибо большое вам, друзья, а также всем, кто нам помогает и, пожалуй, остаться неизвестным. Если вы хотите тоже помочь своему любимому подкасту, нам, если кто не догадался, заходите на Бусти и посмотрите, чем можно поддержать ведущих, которые тут для вас перелопачивают тонны статьи для того, чтобы выбрать самые интересные новости, самые вкусные статьи и самые прекрасные доклады подкасты, все это соединить в один выпуск и преподнести вам сжатом, интересном материале и с новым озвучиванием. Раньше, помнишь, переводчики были фильмов, которые там пиратские фильмы озвучивали? Некоторые фильмы получились прекрасными только благодаря их голосам. Как ты думаешь, некоторые статьи приобретают блеск только потому, что мы их озвучиваем? Конечно, приобретают. Как иначе-то? Вот это вот... А сегодня у нас выходит... Я не могу таким голосом говорить. Выходит Донор 9-й, РЖЦ-2. Подонки, да. Типа того, да. Не, я не умею таким голосом говорить. Ну, я думаю, вы все уже привыкли к нашим голосам, поэтому давай на этот выпуск оставим, а там, глядишь, 1 апреля может что-нибудь придумаем. А случайно дёрну какого-нибудь ручку в редакторе. Точно, даже век современных технологий можно фильтры накладывать. Ну, что, как ты правильно... И AI поверх. И AI, как же без него. Да-да-да, AI должен быть в каждом выпуске. Как ты правильно заметил, у нас РЦ-2 вышел, да? Давай приготовим этот попкорн, большой список нововведений и обсудим, что же там такого. Как сказал Анатолий, мы действительно перелопатили огромную кучу статей. Я, честно, перелопатил весь анонс Дотнет-9 РЦ-2, чтобы найти хоть что-то интересное и не нашел. Значит, это действительно, пожалуй, первый в истории, за то время, по крайней мере, пока мы что-то обозреваем, случай, когда в релизноутсах нет ничего. Кроме того, что написано, we are working on quality... Короче, quality. Причём это были релизноутсы и по SDK, и по библиотекам, и по рантайму, и по SPNet, и по Мауи. Везде написано, что... В общем, quality и quality. Везде есть ссылочки на GitHub. Вы можете сходить, посмотреть на точные фильтры тех issues, которые были исправлены в RC2 по сравнению с RC1. Я сходил, посмотрел. Там действительно, ну, по крайней мере, по названиям, я в код, понятное дело, не заглядывал, в каждую, но по названиям там везде действительно какие-то исправления, баги и так далее. Ничего какого-то существенного, большого, нового и светлого не добавили, что, впрочем, и, ну, я бы сказал, ожидаемо от релиза кандидата номер 2, особенно учитывая тот факт, что, я напомню, релиз кандидата в Microsoft имеют так называемую GoLive поддержку, то есть, в принципе, вы их можете брать и ставить в прот. Microsoft, несмотря на то, что это ещё не официальный релиз, он их уже поддерживает. Поэтому берите старт и пользуйтесь. Неожидаемо, да, но сколько мы лет обозревали, и там всегда такой списочек, что любой релиз обзавидуется, как бы, нововведение, не только фиксы, оптимизация и так далее. Ну, вот в этот раз действительно нету, либо действительно, напомню, что девятка у нас же не LTS на релиз, то есть, казалось бы, можно было хоть в последнем этом самом RC запихнуть что-нибудь ещё, но не запихнули, а решили сфокусироваться на качестве. Ну, хорошо, пусть, как бы, тоже, в принципе, неплохой вариант, будет там чуть шустрее, чуть быстрее. Я допускаю, что там половина, ну, не половина, ну, какая-то часть задачек была в том числе что-то где-то ускорить, улучшить. Просто не настолько это показательно, чтобы писать про это отдельные статьи. Ну, и ладно, в общем, ждём ещё три недельки, и там уже будет полноценный релиз. Слушай, а мне кажется, проблема в другом. Они просто выкинули все фичи, которые хотели добавить в релиз, и раз они все фичи выкинули, то у них импровить-то нечего, и добавлять нечего, и редактировать нечего. Вот они остались здесь с голым, непонятным релиз-кандидатом. Ну, может быть и так, но если выкинули фичи, можно либо и добавить обратно, что? Чтобы добавить что-нибудь не нужно, ну, когда нужно, выкинуть что-нибудь не нужно. Выкинуть сначала, теперь добавляй. Ладно, вот такой релиз 9, который, в принципе, как и должен быть релиз 9, только перформанс-импровомансы, багфиксы и всё, ничего нового. Но что неожиданно для этого, интересно, насколько тенденция это будет на них сохраняться. Как ты думаешь, будет релиз 3? Нет, нет, кандидатов всегда... Ой, релиз кандидатов, да. Релиз кандидатов, по-моему, всегда 2, я не помню ни одного случая, чтобы их было 3. Ну, тут, смотри, экстраординарный случай, такого никогда не было. То есть ты думаешь, в релиз кандидате 3 будут как раз-таки все фичи? Сейчас мы поработали, когда у нас там 16-18, если я правильно помню, идут надконов, где объявят релиз, я считаю, что где-нибудь 14-го надо выпускать релиз кандидата 3 с какими-нибудь фичами, ну, чтобы интереснее было. Да, чтобы пуканы у всех там подрывались. И спикеры на лайв-демо во время конференции, чтобы у них всё сломалось. Это что-то интересное самое. Да, да, обычно это самое интересное в докладах, когда вчера это работало, сегодня выпустили новый релиз, я с утра обновился, и смотрите, мой доклад не работает. Сколько раз это было у нас на конференции? Да, много-много. Да. Ну, давай дальше. У нас точно есть что-то, что выйдет в девятом дотнете, и у нас есть про это отдельная статья, и давай про это поговорим. Да, не только же C-шар будет на это выходить. Есть ещё куча прекрасных классиков, которые рядом с ним выходят. В частности, System TextJSON продолжает отбирать бразды правления у Ньютон Софта, что ему успешно удаётся. И вот вышла статичка, не поверите я, что нас ждёт в релизе Дотнет девятого System TextJSON'а. Несмотря на то, что, естественно, релиз девятого ещё нет, но так как уже посыпались пустые релиз-кандидаты, то, наверное, команда System TextJSON'а решила, что хорош. Делать мы всё равно больше ничего дополнительного не будем, давайте анонсик заделаем. Ну и, в принципе, прекрасно. Нам-то во время релиза будет меньше аборзевать. Поэтому давайте посмотрим, а что же у нас System TextJSON в Дотнет девятом такого появится. Напоминаю, что ещё девятого релиза нет, соответственно, System TextJSON'а девятого тоже ещё нет. Есть релиз второй, его вы можете взять, и все фичи, которые мы сегодня здесь обсудим, там, естественно, будут. А фич, в принципе, достаточно. И одно из самых главных направлений, одно из самых главных фич, это, конечно же, поддержка JSON-схемы. JSON-схема крутая штука, её давно, в принципе, ждали, давно просили, давно хотели. Ну и это реально такой прям целый отдельный пласт, его можно прям сравнить с появлением самого сериализатора. Потому что очень много всего нужно было подделать, это же не только извлечение. Ну, кстати, да, для малолеток. Что такое JSON-схема? Это способ проверить, провалидировать ваш документ. То есть узнать, насколько ваш документ соответствует определённому протоколу. Различные хипстеры кричали у нас там динамический JSON, кто что-то хочет, то и пишет. Мы всё это будем динамически разбирать, и будет всё хорошо. В общем, но не прошло и 10 лет, как эти хипстеры уже всех угомонили и сказали, что нет, давайте делать всё-таки какой-то протокол, какую-то схему. В этой схеме у нас есть типы, у нас есть какие-то атрибуты обязательности. В общем, приводить всё к более строго, менее строго типизированному языку, который мы привыкли видеть в C-sharp, но не привыкли видеть в динамических языках программирования. Короче, схема – это такая строгая типизация для JSON. Естественно, чем больше мы и строже загоняем JSON в какие-то рамки, тем больше у нас гарантий, что в рантайме это всё будет работать хорошо и прекрасно. Поэтому JSON-схема в себя включает не только описание того, какие типы и какие поля с какими именами у нас должны быть, но и также инструменты для валидации. То есть, мы можем провалидировать, удостоверившись, что определённый документ соответствует определённой схеме. И это тоже замечательно, потому что вы можете, например, сказать, выставить какой-то контракт наружу вашего сервиса и не начинать даже работать с тем пакетом, который к вам пришёл, если он не соответствует строго этой схеме. То есть, у вас понятна какая-то валидация, которую может у себя взять клиент и независимо от того, на каком языке программирование он пишет, JSON-схема у всех одинаковая, инструментарий у всех языков как бы заимплементирован, реализован одинаково, он может на своей стороне проверить, выдаёт он правильный пакет или неправильный, что принимающая сторона валидно его отвергает или невалидно. В общем, у схем куча преимуществ. Как бы на заре становления программирования, когда был популярен ещё православный XML-схема, это первое, что появилось, ещё, может быть, даже до самого XML появилась схема, но нет, на самом деле её потом прикручивали, но всё же, там не прошло 10 лет, как хипстеры, наконец-то доросли до того уровня, пока у JSON-а появилась схема. Может, ещё лет 40, глядишь, они дорастут и до других XML-фич, такие как Spaces, трансформации и прочие. Сейчас поделки на коленках, конечно, есть, но нормальной стандартизации всего этого нет. Вот так, JSON появлялся как избавление от Enterprise XML-а, но сам постепенно становится естественной Enterprise XML-ом, никуда он от этого не денется. Вот мы сейчас можем наблюдать, как хипстеры плачут, косятся, но жуют этот кактус. К чему это я? Да, такое длинное предусловие к тому, что наконец-то в Дотнет-девятоме у нас появилась нормальная интерпрайзная схема, что не может не радовать. Итак, для того, чтобы получить схему, что же нам нужно сделать? Прежде всего, схема получается из наших Дотнет-ных типов, то есть вы прям можете отдать какой-нибудь тип, допустим, если вы создали тип Person, его можно прям сделать рекордом, у этого Person-а есть Name, стринговый, у него есть Int-Age и опциональный адрес в виде строки, который по дефолту равен Null. Вот такой, ну, гораздо сложный, вполне сложный с точки зрения типов вот такое описание нашего класса. Итак, что же нам нужно сделать? Ну, прежде всего, мы должны сделать JSON Serialization Options, их каким-то образом настроить, допустим, мы возьмем дефолтную реализацию, и там уже будет прямо метод, который называется GetJSONSchemaAsNode. И в качестве параметра он опия получает тип, из которого мы хотим сгенерить схему. С помощью рефлекшна этот анализатор проходится по нашему типу, забирает оттуда название полей, конструкторов, типов и составляет схему. Что из себя представляет JSON-схема? Это валидный JSON-документ, в котором описывается несколько секций. Ну, например, самая первая секция верхнеуровневая это то, какого типа у нас предстоит вот этот рутовый элемент, топ-левел элемент. Почему-то в JSON-е он обозначается как тип object, наверное, потому что какие-то есть договоренности, которые говорят, что в схеме высокоуровневый тип он object. Ну, то есть, так как у нас в C-Sharp он называется person, то в схеме вот этот person он никакого отображения не имеет. Мы понимаем, что JSON не оперирует с именами именно полей и именами классов. Он оперирует только со значениями. Вот так же точно, как и JSON, схема, она не знает, как называется этот тип. Схема только знает, какие свойства есть у этого типа и какого типа эти свойства. Поэтому у нас есть свойство, атрибут, который называется properties. у этого атрибута есть перечисленные названия тех полей, тех пропертей, которые у нас заданы в классе person. Это name, age, address и типы. У каждого из этих атрибутов заданы типы. Примечательно, что если мы говорим про name и age, что там просто задан тип string и integer, ничего интересного. Если мы смотрим на адрес, напомню, что мы задавали адрес в person как нулябельный string с дефолтом null. Вот это все отразилось в схеме. То есть схема знает, что тип у данного свойства может быть string, а может быть null. То есть null считается это как один из типов. Ну вместе для нас можно читать, как null был string. И он также знает, что по дефолту это свойство должно принимать значение null. Это тоже там отображено. Также схема знает, что у нашего person есть обязательный конструктор. И у этого конструктора есть два обязательных аргумента name и age. И это нашло отражение опять же в JSON в JSON схеме. Там есть отдельный отдельный атрибут, который называется required. И у него указано, что name age у нас находится в списке required. Вот такой простой типик. Он довольно хорошо так разложился, довольно много всего поддержалось. И тут нужно заметить, что во-первых, у нас есть поддержка nullable и non-nullable properties. То есть он понимает, кто такой string, кто такой nullable string. И у нас есть поддержка обязательных параметров конструктора, которые располагаются в секции required. Также в конструкторе он понимает, какие поля у нас обязательные, какие необязательные и у каких есть дефолт. То есть не обязательный, но еще и с дефолтом. Это все прекрасно отражается в схеме. Также если вдруг вы захотите как-нибудь эту схему модифицировать или подменить или что-нибудь как-нибудь расширить, то сразу предоставляется специальный делегат, который называется Transform Schema Node. И он вам позволяет подсунуть какую-то свою реализацию, какой-то свой делегат, процессор, который что-то как-то может манипулировать с этой схемой. Ну, например, в качестве сампла приводится такая ситуация, что нам нужно к каждой ноде, по сути каждому свойству добавить Description. И у нас Description в C-шарк-коде задан с помощью Description атрибута над каждым свойством. Вполне нормальная тема – это зарегать вот этот Transformation Delegate, извлечь из атрибута Description от атрибута какое-то описание ноды и добавить ее в схему, что в принципе не возбраняется. Схема, так как это JSON-документ, она довольно хорошо расширяется. Мы можем свои кастомные поля туда тоже каким-то образом добавлять. Вообще, это довольно такой хороший мощный механизм, который в принципе позволит вам вот эту JSON-схему, а напомню, это скорее всего будет применяться в первую очередь, да, не скорее всего, в первую очередь это будет применяться, допустим, для описания вашего API, то есть ваш API обзаведется не только каким-нибудь Swagger UI, но и нормально понятной описанной JSON-схемой. И в этой JSON-схеме, если вы добавите еще туда и какое-нибудь человеческое текстовое описание, а потом надравите на эту штуку какой-нибудь чат GPT, который умеет по текстовому описанию составлять какие-то пользовательские предложения, то с этим API вполне нормально можно будет общаться над человеческим языком. Я думаю, какие-нибудь такие примеры уже должны в скором времени появиться. Да, наверное, уже есть. Так, пойдем дальше. С схемой мы закончили. Давайте к следующей фиче перейдем. Следующая фича это потребление множественного JSON-документа, чтобы это значило. У нас есть класс UTF-8 JSON-reader и с помощью него можно было раньше прочитать обычный JSON-документ, которым никого не удивишь. А теперь его немножко расширили и теперь он может прочитать не из стрима не один документ, а несколько документов. Это очень часто бывает нужно, когда вы просто-напросто шлете кучку каких-то маленьких документиков и не хотите ради разных документов создавать там какой-то новый буфер или открывать новый стрим или городить какой-то свой сепаратор. Обычно это, ну, например, часто применяется в логах. Когда вы пишете, например, структурированные логи, то каждая запись этого лога это полноценный валидный JSON-документ. Но следующая запись этого лога это уже другой документ, никак не связанный с первым. Таким образом, их отделяют, например, началом новой строки и у нас получается такой документ, который состоит из кучи маленьких JSON-документов. В целом, этот документ общий, рутовый, он не валиден с точки зрения JSON-а, но если мы берем по одной строчке, то каждая строчка с точки зрения JSON-а вполне валидна. Вот, в принципе, такую штуку теперь можно прочитать легко с UTF-8 JSON-ридером. Делит он документ по любому white space-сепаратору, то есть, конец строки, пробелы, табуляции, вот это вот все. И может прочитать несколько JSON-документов из одного буфера или одного стрима. И по дефолту он так не делает, по дефолту он бросает исключения. И чтобы это изменить, и чтобы он начал все-таки читать множественный документ, вам необходимо это поведение изменить, выставив специальный флаг, который называется Allow Multiple Values. После того, как мы его проставим, он начинает соответствовать тому, что заявлено. Таким образом, мы можем прочитать множественные документы и, более того, вот этот подход, который появился, он нам дает несколько еще интересных вещей. Ну, например, теперь мы, допустим, если у нас есть стрим, и там первые 10 документов у этого стрима валидные, а 11-ый какой-нибудь был поврежденный, то есть плохой JSON был. И раньше у нас весь стрим, по сути, ломался, то есть считалось, что этот JSON-документ огромный, он как бы весь невалидный. Как только мы начинаем читать его, воспринимать его как несколько документов, нам парсер способен отдавать соответственно все эти документы по мере поступления. Если, допустим, первые документы, первые 10 документов валидные, то парсер нам отдаст нормальные валидные 10 документов. А потом 11-ый, который будет невалидным JSON-ом по какой-то там причине, он на нем упадет с ошибкой. Но при этом 10 как бы валидных он нам отдаст. То есть такое разделение стрима на несколько валидных документов позволило нам в том числе красиво отдавать ошибки, при этом не повреждая никак предыдущие нормальные идущие валидные JSON. Это тоже хорошо, это тоже интересно. Еще одна классная тема, которую мы немножко затрагивали в наших предыдущих выпусках, но не грех будет напомнить, потому что она прекрасна. Это respecting nullable annotations. То есть уважение к nullable атрибутам появилось какое-то, да? Nullable атрибуты появились довольно давно. Это очень мощная система, которая позволяет C-шарпные типы сделать более выразительные и более функциональные. Используется довольно уже широко, часто, я надеюсь, вообще всеми. И вот как раз только к .NET 9 сериализатор доперло, что их каким-то образом надо поддерживать. Что же, собственно, происходит? JSON сериализатор теперь добавил некую ограниченную поддержку non-nullable reference типов. Что это значит? Что у нас появился новый флажок, который называется respect nullable annotations. Его нужно проставить в JSON Serialization Options. и с этих самых пор сериализация и десериализация JSON в какие-то объекты или не объекты учитывает то, каким образом это свойство задекларировано в .NET в C-шарпе. В частности, учитывает его нулябельность. Ну, например, если у нас поле объявлено как ненулябельное, но мы туда почему-то засунули null, к сожалению, такое можно сделать, и мы попытаемся этот объект засериализовать, то сериализатор выкинет нам JSON exception. или же наоборот, мы пытаемся десериализовать какое-то свойство, и нам в качестве JSON значения этого свойства приходит null. Но в C-шарпе мы объявили тип как ненулабл. И, соответственно, как только мы попытаемся этот null туда записать, у нас тоже вылетит JSON exception, что, в принципе, ожидаемо, очевидно, и, казалось бы, почему было сразу так не сделать. Вот. Теперь это будет так. Ну, если вы, естественно, вы включите этот флаг. К сожалению, не все в этом мире так радужно, и есть куча ограничений. Ограничения в основном связаны с тем, что реализация в Дотнете null reference тайпов, она была сделана с таким уклоном, чтобы не нарушить существующий язык. Потому что, на самом деле, внедрение вот этой самой концепции null reference тайпов, сделать из языка, который ничего не знал о null reference, сделать вот это понятие non-nullable reference, это довольно такая мощная парадигма. И, на самом деле, никто в языках еще ее не повторил. То есть, не существует языка, который раньше не поддерживал null reference тайп, а потом в каком-то там виде, в котором они были, например, в Дотнете, а потом начал поддерживать. В общем, Дотнет единственный пока в мире сделал этот свитч. И языки изначально или разрабатываются с тем, что у нас в reference тайпах может быть null, или сразу разрабатываются с тем, что у нас null там быть никогда не может. В основном этим страдают всякие функциональные языки. Там сразу это идет из коробки, и там никаких вопросов нет. Ну вот, что изначально появилось такое, а потом переделали вот так, такого еще в мире не бывало. И то, что сделал Дотнет, в принципе, довольно годно. Его в большинстве случаев хватает, его можно использовать, но, к сожалению, есть какие-то определенные ограничения, которые как раз и были связаны с тем, что Microsoft попытался усидеть на двух стульях. Он захотел, чтобы и старый код продолжил работать, и новый код можно было писать в этом прекрасном, строгом nullable аннотации. В чем же это выразилось? Ну, в частности, в том, что в или коде не существует такого понятия, как nullable или не nullable. Допустим, если у вас есть класс person и person nullable, ну, не класс, а переменка, допустим, переменка обычная person и переменка person nullable, и мы посмотрим на il-код, который сгенерится, допустим, когда вы оперируете с этими переменками, мы увидим, что il-код абсолютно идентичен и для nullable, и для не nullable. Все это потому, что на уровне il они никак не отличаются. Это все магия уровня компиляторов и атрибутов. То есть, над типами в основном ставятся атрибуты, всякие средства анализаторов, компиляторы, рослины и прочее помогают эти атрибуты каким-то образом исследовать и подсказывают уже в VDE или в компиляции правильно вы работаете с типами или неправильно. Но когда мы говорим о сериализации, то там вся магия идет в рантайме и в рантайм-рефлекшене. И вот как, к сожалению, в рантайм-рефлекшене не всегда можно отличить nullable тип от неналобы. Иногда это можно сделать, как я уже сказал, по неким атрибутам, которые иногда проставляются, но они представляются не всегда, не везде и иногда этого сделать невозможно. Именно по этой причине вот эта валидация, которую я выше рассказывал, она работает только для неженеряковых свойств, полей и параметров конструктора. И при этом не работает для, например, топ-левел типа, то есть это тот тип, тот объект, который вы непосредственно передаете в метод serialize-deserialize. В общем, там не работает вот эта проверка. и самое обидное, она не работает в элементах коллекции. Допустим, лист от строк у нас никак не будет отличаться от листа от нулябельных строк. Вот с точки зрения JSON-серилизатора у них тип будет один и тот же, потому что как раз это стреляют дженерик, дженерик-типы. Ну, как бы Java так всю жизнь живет, и ничего, вроде как-то более-менее ползет, но у нас, как строго типизированную нормальному типизированному языку и с нормальными дженериками, конечно, вот эта штука довольно обидная. И где это еще не поддерживается? Это не поддерживается для любых свойств, филдов и конструкторов, и параметров, у которых есть дженерик. Ну, вот на примере, например, места. Вот, такие довольно серьезные ограничения, но, опять же, если у вас публичные свойства, если у вас нет там дженериков, то есть обычные, если мы говорим про обычные DTO-шки, где чаще всего применяется серилизатор, то там более-менее все должно работать. Включается вот эта штука, как я уже сказал, можно включить уважение к nullwall атрибутам, можно включить через опции, а также можно включить глобально с помощью фичи флага. А если вы на уровне там своего проекта выставите специальный ключик, который называется respect nullable annotations в true, то во всем проекте включится вот эта опция. И вам не нужно даже для этого менять, допустим, серилизатор, если он не поддерживает явно, то есть не поддерживает, а не включил явно эту опцию. Так, еще одно интересное, еще одно интересное ограничение, наверное, можно отнести это к ограничениям, есть у вот этого respect nullable annotation, это в том, что оно не учитывает те свойства, которые оно не десерилизовало. Ну, например, допустим, у нас есть какой-то класс person, у этого person есть обязательное поле name. если мы включим уважение к non-nullable reference type и попытаемся в этот name записать null, то все рухнет в JSON exception, как мы и ожидали. Но, если мы попытаемся десерилизовать пустой объект, то есть просто две фигурные скобочки, то это прекрасно десерилизуется. Несмотря на то, что name не может быть нулябельным, но так как мы туда и не пытались засунуть null, а взяли просто и создали класс, то все нормально десерилизуется. В name будет храниться null, несмотря на то, что оно ненулябельное. Вот. Это, опять же, есть очень много людей, которые почему-то, когда делают DTO-шки, DTO-шки делают с ненулябельными типами и говорят, ну я же тип сделал ненулябельным, у меня же сериализатор все проверит и никакой null в это поле не запишет, поэтому я могу к этим полям обращаться как хочу. А на самом деле это не так. Это глубочайшее заблуждение тех людей, которые не понимают, как он работает. И как только они к этому нейму, допустим, начнут обращаться, у них все упадет с null reference exception, несмотря на то, что они используют даже null reference type, которые, по идее, от этого нас должны спасать. Поэтому, если вдруг вы работаете с DTO-шками, то у всех DTO-шек поля должны быть nullable, потому что сериализатор туда может засунуть nullable. И систем тех же сон, он еще умный, он еще как-то пытается, и то только девятый, и то, если вы явно выставите опцию, он еще как-то будет пытаться туда в некоторых случаях, будем считать, в половине случаев, запихнуть туда нормальное значение. Но во всех остальных случаях там легко может оказаться null. Поэтому все ваши DTO-шки на границах приложения должны иметь nullable типы, и вы в вашем контроллерах, допустим, или где-то там еще должны все-таки проверить, что туда почему-то не засунулся null по какой-то либо причине. Потому что это может быть на практике. Так, погнали, еще поговорим про уважение. И сейчас мы с вами поговорим про уважение к неопциональным параметрам конструктора. Раньше у JSON-сериалайзера, SystemTech JSON-сериалайзера, была возможность десериализовать типы, глядя на их конструктор. То есть мы не создаем какой-то POCO-объект, а потом проставляем ему свойства, как работают обычные серилизаторы. Этот серилизатор умный, он может посмотреть на конструктор, который есть у этого объекта. И если в конструкторе передавались какие-то аргументы, SystemTech JSON вполне был способен эти аргументы передать. Вот единственная там оказия была, что он все параметры этого конструктора трактовал как опциональные. То есть несмотря на то, что ваш класс Person требовал обязательно name и требовал обязательно age, при этом десериализуя пустой JSON-документ в Person, операция проходила успешно. И в Person прекрасно у нас записывался null в reference тип и записывался нолик или дефолт в структурный тип, в нашем случае int. То есть конструктор он поддерживал, он молодец, но передавал туда какую-то чушь. Казалось бы тоже, почему не сделать было с самого начала нормально, непонятно. Довели людей до того, что может быть куча багов. Поэтому если вы даже в конструкторе требуете обязательный параметр name, и при этом в DTO-шке почему-то у вас есть DTO-шка с конструктором, и вы там требуете обязательный параметр name, и надеетесь, что туда вам никто его не передаст, то нет, вы не правы, передаст. И даже более того, это поведение по дефолту. Итак, в .NET 9 наконец-то врубили нам, добавили прекрасный флаг, который называется respect required constructor parameter. Смысл у него такой же точно, как и у nullable respect. То есть он меняет вот это дефолтное поведение. Теперь все параметры конструктора, которые не объявлены опциональными, ну то есть объявлены по сути обязательными, они становятся обязательными при десерилизации. И происходит опять же то же самое, если вдруг нас не удовлетворили этим name, а он у нас обязательный, то выкинется address on exception, что в принципе прекрасно, что в принципе и должно было быть. Это поведение опять же по дефолту выключено, для того, чтобы соблюсти backward compatibility со старым кодом, и вы его можете включить, можете включить его как в опциях, также точно можно включить его с помощью фичи флага на всем проекте, для того, чтобы все ваши стилизаторы теперь заработали по этим новым правилам. Но вам нужно учитывать, что это реально breaking change, поэтому вы должны знать тот код, который у вас используется, и понимать, не повредили ли это ему. Итак, оба этих флага, я хочу подчеркнуть, они очень полезные, очень хорошие, но по умолчанию не выключены, для того, чтобы не было breaking changes. И Microsoft крайне рекомендует для всего нового кода, для всех новых приложений эти флажки включать. То есть мы уже начинаем обросать вот этими легаси-костылями, которые почему-то по дефолту Microsoft включить не может, но в вашем приложении вы не должны забыть их включать. Естественно, многие будут забывать, и как бы об этом напоминать, кроме каких-нибудь стандартных шаблонов, ну, непонятно. Описывайте у себя в Вики, там, создавайте шаблоны, передавайте из уст в уста, что как только вы начинаете использовать JSON-сериализаторы, их надо вот так вот магически поднастроить. Погнали дальше. Довольно-таки такая минорная фича, но все же это кастомизация членов Enuma. У нас теперь есть новый JSON-string Enuma member атрибут, который позволяет вам изменить название значения Enuma при сериализации вот этого индивидуального значения. Ну, допустим, у нас был MyEnum и у него в value1 есть значение. Вы его можете засерилизовать и если вы настроили, что Enuma у вас должны серилизоваться в виде строки, то прекрасно в JSON запишется значение value1. Но, навесив вот этот атрибут, вы можете поменять значение, то есть у вас может записаться не value1, а любой вообще произвольный текст, который вы захотите. Очень похоже то, как мы, например, выбираем имена для полей или для свойств в нашем объекте, но теперь мы можем выбрать вот это имя не только для свойств, но и для значения Enum не знаю, не очень понятно, почему они не заиспользовали уже существующий флаг какой-нибудь JSON property, зачем было изобретать новый. наверное, там с этим есть какие-то тонкости. Смысл у него тот же самый. Еще одна интересная штука это out of order metadata штука это чтобы вы понимали metadata это некая информация, которая добавляется в ваш JSON документ в некоторых случаях. Эти случаи довольно-то редкие, но все-таки бывают. Например, полиморфизм. Если мы хотим допустим сохранить знания об иерархии в наш JSON документ, то для этого необходимо туда записать еще какую-то metadata. Ну допустим, у нас есть какой-то базовый класс и от этого класса пронаследован какой-то наследник. И если мы допустим хотим записать в JSON документ именно наследника и все его свойства, то сделать это несложно, но надо понимать, а как мы его оттуда потом читать будем. Потому что на самом деле мы же можем начать вычитывать базовый класс, а при этом создать мы хотим не базовый класс, создать мы хотим наследника. То есть если у вас такой извращенной ситуации в сервизации есть, а я знаю, что они часто у многих бывают, когда мы пытаемся иерархию там сохранить и десерилизовать, то на помощь нам приходят как раз таки вот эти метадаты. Метадата это специальный такой ключик, который добавляется в ваш JSON документ без переопределения, например, он называется dollar type и в этот dollar type записывается непосредственно имя того класса, который реально должен проинстанцироваться, независимо от того, какой базовый класс вы попросили. Вот, это метадата. Что же с ней случилось? в общем, метадату подобную писать и читать мы умели давно, но по дефолту метадата записывалась в самом начале вот этого JSON документа, то есть мы в самом начале должны знать, что мы создаем derived class, то есть класса наследника, а потом уже начинаем считывать все его свойства и постепенно записывать в тот класс, который создали. Вот, и записывать метадату в самое начало это очень правильный момент, потому что как только мы знаем наследника, мы можем этот тип проинстанцировать, и у нас будет уже объект, который мы можем заполнять значениями. Поэтому раньше метадата ридер, он требовал, чтобы сначала перед всеми свойствами было записано метадата. Иногда это приводило к проблемам, например, если кто-то пользовался какими-то сторонними сериализаторами, не такими умными и красивыми, как наш SystemTech JSON, а скорее всего вообще на других языках программирования, которые не думают ни о перформансе, ни о чем, то эти чудилы запихивали метадату в конец JSON документа. То есть вы понимаете, вы читаете какой-то объект, у него есть имя, у него есть возраст, а потом в конце вы догадываетесь, оба-на, а этот объект это мой Derived Person, допустим. И как бы, да, и что с этим делать, непонятно. Может там какие-нибудь языки, которым наплевать на производительность, типа динамический язык, они с этим радостно справлялись, но нормальные языки этого поддерживать не хотели. Естественно, так дела не делаются, и пришлось поддержать Microsoft вот это такое поведение. Для этого нам понадобилось новое свойство, которое называется AllowOutOfOrderMetadataProperties, которое вы тоже можете сконфигурировать и вот это ограничение убрать. Что же у нас теперь происходит? Теперь, когда ридер читает вот этот класс, который неизвестно какого типа, он еще этого не понимает, для него нужно какого-то наследника узнать, он начинает все свойства считывать в некий буфер. И вот он читает, читает, читает в буфер, буфер дошел уже в конце до мета-даты, то есть где у нас записано то, а какой непосредственно класс нам нужно проинстенсировать. И в этот момент класс инстенсирует и туда сбрасывает весь этот буфер. Казалось бы, рабочий алгоритм, все хорошо, все нормально, как бы, наверное, какие-то так делают люди, но здесь нужно быть осторожным. Если вы этот флажок включаете, нужно быть осторожным. Почему? Потому что такой подход приводит к тому, что у нас может быть out of буфер. У нас на больших JSON документов у нас может буфер быть таким огромным, что это может привести к какому-то исключению. Поэтому все-таки мета-даты рекомендуется запихивать в самое начало. И чтобы такого не было. Так, еще одно изменение в JSON, это у нас теперь можно настраивать отступы, то есть у нас появилось в опциях такое свойство, как indent character, и его можно указать на трабеллы, табики и так далее. Не знаю, мне кажется, что это должно было быть каких-то самых первых версий. Вроде не какой-то там rocket science. Ну ладно, можем настраивать отступы и можем. Хорошо. Другое, другое интересное чудо это JSON object property order manipulation. На что люди жаловались? Короче, существует у нас такой класс, как JSON object. Это хороший класс, он используется для mutable дома. То есть, если вам нужно построить какое-нибудь JSON дерево, но при этом вы не хотите пользоваться готовым сервизатором готового объекта, а это mutable дерево вам нужно собирать в рантайме. Ну, допустим, пользователь с клавиатуры вводит имя свойства и его тип, и вам нужно в это время собирать JSON под то, что ввел пользователь. То есть, в момент написания программы у вас нет никакой DTO, которую вы можете сервизовать. Знания о том, как собирается DTO появляются у вас в рантайме. Это называется mutable DOM. У System Text Джессона довольно богатые классы, хорошие для того, чтобы в рантайме в динамическом динамически собирать вот этот дом и читать этот дом. Мы сейчас говорим о JSON-обжекте, который динамически позволяет как раз его собирать. Ну, так вот. И внутри вот этого JSON-обжекта он хранил, соответственно, свойства и значения этих свойств. И вот это хранилище, оно декларировалось в виде IDictionary от string JSON-node. То есть, в string мы записывали имя свойства, а JSON-node уже какое-то ее значение. Это мог быть скалярная нода или массив, или другой вложенный объект, не суть важна. И так как мы записывали это все в дикшнере, то по факту у нас не было какой-то предсказуемой сортировки этих полей. Ну и более того, некоторые пользователи извращенцы, они хотят не просто какую-то предсказуемую сортировку, они хотят менять порядок полей. Они хотят, чтобы сначала шел ID-шничек, потом шел какой-нибудь name, потом другие свойства. Или может быть метадату вставить на нулевое место, на самое первое. То есть хотелось бы управлять этим порядком. Так как у нас о дикшнере, мы не могли дать им такого порядка. Но в новом релизе все кардинально изменилось. Как сказано в статье, модель была переделана на order-дикшнере. Но если посмотреть внутрь, то естественно никакого order-дикшнере там нет. Order-дикшнере они просимулировали, ну как все мы симулируем order-дикшнере, если нам нужно, мы делаем лист от k-value-пэйеров string json-нода. То есть то же самое, но только мы сделали не дикшнере от string-ноды, а мы сделали лист от k-value-пэйеров от string-ноды. Ну вот таким образом мы проэмулировали порядок. Короче, теперь json-object поддерживает порядок свойств. Благодаря этому у него появились такие свойства, как index-off, когда мы можем определить индекс свойства, то есть под каким номером он находится. У нас есть метод insert-add и remove-add, что мы можем в какую-то позицию вставить новое свойство и из какой-то позиции удалить. Соответственно, пользователь теперь может манипулировать и передвигать свойства вверх-вниз и вообще так, как ему нравится в этом прекрасном динамическом mutable-доме. В общем, все вот хотелки такие удовлетворились. Ну, вот такие вот самые важные, самые большие, самые значимые, самые интересные изменения в System TechJSON в принципе. Изменения хорошие, изменения нужные и кажется, что на основе, то есть на фоне релиза кандидата команда System TechJSON себя даже неплохо показала. Не, ну подожди, это все-таки они показали за весь релиз, за год, а релиз кандидата всего около месяца был, но да, я как раз хотел сказать, что ты уже что-то порядка 30 минут рассказываешь про System TechJSON, так что да, если мы настолько подробно и полчаса тратим время на подробный рассказ, то может быть действительно не так, как ты, много новостей других. Слушай, я думаю, что сам релиз Дотнет девятого, ну и в частности может быть даже C-Sharp, будет поменьше, чем System TechJSON, поэтому я думаю, что вот эта статейка, она вполне посоревнуется и с нашим выпуском по релизам. Ну, посмотрим, дождемся релиза. Там довольно мало планируется. Поглядим, посмотрим, когда будет стать я про релиз, наверняка же мы еще раз вспомним о том, что зарелизилось в девятом Дотнете и какой-нибудь выпуск видимо этому посвятим, ну видимо тот, который выйдет после уже Дотнет-конфа и поглядим, какой длины он будет. А пока пойдем еще в одну новую штуку, ну как новую, ну да нет, почему, новую вполне, а именно Дотнет-эспайр, у нас же это не выпуск без Эспайра, и у Эспайра вышел тоже релиз-кандидат, Дотнет-эспайр 9, релиз-кандидат 1. Кажется, что Microsoft планирует успеть зарелизить нормальный релиз для Дотнет-эспайра вместе с основным Дотнет-девятым, но пока непонятно, может быть еще будет релиз-кандидат 2. Поглядим, а может быть там на недельку, на две позднее выпустят почему-то полноценный релиз, но поглядим. Давайте быстренько пробежимся, может быть даже не за полчаса, а побыстрее, что же такого появилось в девятом Дотнет-эспайре релиз-кандидат 1. Да. В первом релиз-кандидате. Во-первых, Microsoft отказывается от установки Эспайра через ворклоуды. Напомню, что раньше, ну до текущего момента, для того, чтобы поставить всякие разные компонентики от Эспайра, нужно было сказать Дотнет-ворклоуд инсталл что-то там. Теперь этого делать не нужно, нужно сделать SDK. Нужно теперь добавить SDK. Теперь в вашем CSProJ вы выбираете специальный тип SDK, он называется Эспайра обхост SDK в том проекте, в котором у вас обхост соответственно должен быть, этот главный проект, в котором вы через C-Sharp определяете как выглядит ваше приложение и подключаете этот SDK и все остальное подтянется само. Если же вам нужны шаблоны, шаблоны нужно теперь установить отдельно через Дотнет-ньюинсталл и Эспайра точка project templates и дальше там версия. Пока она выглядит довольно страшно, это 900 defice rc точка 1 точка билд номер, потом, понятно, к релизу будет просто aspire.project templates. Будет хорошо. Это про шаблоны. Одна из основных фичей Эспайра, про которую мы по крайней мере довольно подробно говорим, это дашборд. В дашборде появились всякие ну, скажем так, мелочи, но полезные мелочи. Во-первых, появилась возможность стартовать, стопать и перестартовать любые ваши ресурсы. Ну, точнее, не любые, это относится к проектам, контейнерам и исполнимым файлам. Если у вас такие есть, то вы можете теперь прямо из дашборда запустить, остановить и перестартовать. Причем, если вы это делаете, например, для ресурса, к которому был подключен отладчик, отладчик переподключится, после того, как вы перестартуете. Дальше появилась поддержка внезапно мобильных браузеров. Как ты думаешь, зачем дашборд запускать на мобильных браузерах? Ну, удобно же, когда ты в отпуске, а у тебя там прот рухнул, ты раз через мобилочку зашел. Погоди, спайр же не для провода, это для локал хоста. Для локал хоста, мобильный браузер. Ну, может, это отлаживать мобильные приложения, они же там пытаются на мобилке запустить. Может быть, кстати, да, или ты это, не знаю, запустил у себя что-нибудь большое сложное, ушел курить, а на тебе телефончик смотришь, как у тебя там пожелает твой комп. Дышать свежим воздухом. Да. Хорошо. На прогулку, на пробежку. Значит, из телефона контролируешь, как твой, значит, сервис крутится под нагрузкой локально. Ну, нормально. Дальше появились поддержка sensitive properties, то есть можно некоторые property обозначить как sensitive, и у них значения тогда будут маскироваться по дефолту, чтобы в вашем дашборде подошедший коллега не мог подсмотреть ваши секретные пароли для разработки. Кроме того, показываются volume, мы в контейнерах, и теперь есть понятие health check у ресурсов, и они тоже показываются. Сейчас про них я чуть позднее расскажу. Ну, и, естественно, куда же мы без всякого разноцветного и прочего украшательства в консольных логах теперь можно через NC escape, ну, стандартные, короче, показывать цветные логи. А темы поддерживаются? Dashboard, Я что-то не помню. Ну, Прямо. Я хочу там Visual Studio Dark темы наложить, как у нас в чатике любят. Я не помню. Наверняка там есть какая-нибудь светлая и темная, а может только темная. Я что-то, кстати, не помню. Про темы в тажбарде что-то я не помню, чтобы мы что-то говорили, но возможно я ошибаюсь. Надо вспомнить. Не помню. Дальше. Телеметрия. Телеметрия это в смысле все то, что вам репортится в Aspire с точки зрения всяких метрик и прочего. Во-первых, улучшилась фильтрация. Можно теперь фильтровать по значениям атрибутов и есть автокомплит тех значений, у которых некоторое ограниченное число значений. Там какой-то автокомплит работает. Длинные значения можно теперь не набирать, а не подставиться. Можно комбинировать, например, телеметрию из разных источников в одном, так сказать, ну, в одном view. Как сказано в статье, в основном это нужно, если у вас, например, несколько реплик. Не знаю, зачем вам это при локальной разработке, но допустим, у вас несколько реплик, это все теперь скомбинируется, можно в одном view и там дальше либо группировать, либо как-то объединять по репликам. Ну, в общем, получше стало. И довольно, наверное, интересные изменения. Они сделали возможность засылать телеметрию из браузера. И если у вас есть джаваскриптовое приложение, в котором есть сбор OpenTelemetry метрик, а есть такие библиотеки, то теперь даже из браузерного кода можно засылать все в Inspire и тоже там смотреть, как там ваш фронтенд работает. Ну, вот это полезно, это хорошо. Интересно, для всяких десктопов есть, для DPF, для Volonia. Да наверняка, слушай, ну, там-то, оно же ничем не отличается от обычного бэкэндного, только что работает с UI-чиком, а не с сокетом. Ну, да, я имею в виду, уже готов, библиотеки есть, чтобы там людям не страдать, чтобы там каждая кнопочка свой спан создавала и все такое. А, не, автоинструментейшн меня больше интересует. Автоинструментейшн я не видел, кстати, для десктопа, но не интересовался, давно не пишу десктоп. Ну, если у нас есть опытные люди в чатике, придите, скажите. Да, было бы интересно послушать опыт. Апхост, это, напомню, основное приложение, которое контролирует как раз все то, что происходит в вашем как хотите, назовите. Во-первых, появилась возможность ждать зависимости. Вы теперь можете, когда вы пишете C-шарповое определение вашего продукта, то есть как сервисы связаны друг с другом, у вас есть два новых метода wait for и wait for completion. Wait for ждет до тех пор, пока у вас хелс-чек не станет зелененьким. И wait for completion, очевидно, ждет, пока не закончится что-то. То есть вы можете запустить какую-то одноразовую джабу, например, при старте, дождаться его завершения, только после нее запускать какие-то другие сервисы. Те самые хелс-чеки, они как раз используются для этого wait for, и кроме того, могут репортить произвольные данные в виде джейсона, которые отображаются на дашборде. Тоже, то есть можно через хелс-чек смотреть какие-то базовые, ну, совсем пазовые информацию о здоровье ваших сервисов. Поддерживаются persistent контейнеры, например, если у вас есть контейнер, который довольно долго стартует, и вы не хотите при каждой сессии дебага, когда вы поднимаете, опускаете весь ваш продукт, его перестартовать, вы можете в коде описания этого контейнера написать новый метод использовать with lifetime и передать туда enum.container.lifetime.persistent, и тогда он не будет перезапускаться между, ну, при перезапуске основного сервиса, ну, всей коллекции сервисов, которые контролируются эспайром, и он остановится только если вы вручную его остановите из дашборда. Ну, это, например, базу так можно поднять, да? Да, базу, на самом деле я бы так поднимал, например, какие-нибудь, не знаю, UI-ные клиенты к чему-то, ну, какой-нибудь там pg-админ, например, вот у меня там в каком-нибудь докере крутится, и вот что перестартовать, он точно ни от чего не зависит. Ну, да, да. То есть базу, может быть, я, например, бы, ну, не знаю, базу, например, если при старте она каждый раз новая создается с известными предефайненными данными, то почему нет, а вот какие-нибудь UI-чики такие вспомогательные, ну, или там Redis с какой-нибудь с кэшом. Да, да, это какие-то сторонние клиенты вот такие, типа UI-админов. Да, удобная штучка, да, поэтому у тебя будет очень быстро твое приложение запускаться, потому что не будет сторонние вот эти вещи перезапускать. Ну, да. Дальше появилась тоже интересная фича, я не знаю пока, как она будет использоваться, называется ресурс-коммандс, то есть вы можете теперь в вашем ресурсе, то есть когда вы разрабатываете плагинчик к Aspire, вы можете определить произвольный набор команд. Команда это, по сути, просто некоторая, ну, грубо говоря, ручка, endpoint, да, некоторой метаданной задается, и вы в коде вашего ресурса можете просто определить обработчик, что будет, если эту ручку дернуть. В дешборде появится, соответственно, кнопка, ну, кнопка-ссылка, как хотите, назовите, с нужным названием, а при нажатии на которую выполнится ваш обработчик. То есть в статье для примера сказано, что, например, можно Redis-ресурс, Redis как ресурс, как BD, можно, например, выставить наружу такую функциональность, как, там, не знаю, почистить, ну, дропнуть, короче, все кэши из Redis-а целиком. То есть просто вы в дешборде жмете одну кнопку, и у вас выполняется код в вашем сервисе, который законнектится к Redis-у и дропнет все данные, которые в нем лежат. Ну, то есть по факту это получается такой плагин к UI-ке. Да. То есть мы расширяем UI довольно-таки хорошим, примитивным и понятным способом. Ну, мне кажется, это мощненько, это мощненько. То есть мы теперь можем не только контейнер запускать, ну, и там как-то их настраивать, какие-то команды выдавать, какую-то функциональность добавлять, прям целые админки к ним писать. Нормально, нормально, это хорошо. Вот. Дальше. С контейнерами. Раньше, как я понимаю, когда Aspire запускает все докер-контейнеры, они все запускаются в контексте хостового нетворка, ну, чтобы, если вы что-то еще локально запускаете, к ним все могло коннектиться и так далее. Теперь по умолчанию все контейнеры запускаются в одном нетворке, ну, в одном докерном нетворке. Я не очень понял, насколько этот нетворк связан с хостом, ну, то есть он совсем изолирован, или все-таки его как-то через бридж там связывается. Вот этот момент я не посмотрел, но, по крайней мере, контейнеры точно смогут друг с другом работать, ну, потому что докерная сетка единая, ну, и, вероятно, как-то выходить наружу. Вряд ли они прям все это загнали в одну единственную внутреннюю сетку. Ну, это правильное решение, что на хост. Ты к ним даже... Ты что, иначе даже дашбордом не подцепишься, должно что-то быть. Как-то должно быть. Вопрос, как бы, что они экспозят. Они же могут заэкспозить только порты, или они могут всю сетку забриджить целиком, чтобы ты мог коннектиться к чему угодно. Вот, вероятно, достаточно, в принципе, только на хост вытащить остальные порты. И все. Да, но, опять же, если мы говорим про то, что это используется только локально, только для отладки, вот что-то по всем тем изменениям, знаешь, которые ты сейчас перечисляешь, мне кажется, они все-таки дуют в ту сторону, чтобы это было не только локально и не только для отладки. Ну, такие фичи локально для отладки не делают, ну, это уже совсем как бы белая нитка Мишита. Я тебе дальше расскажу. Есть еще одна фича, которая тоже, я пока не знаю, куда, в какую сторону это дуновение, но это еще большее расширение, называется Eventing Model. Короче, теперь этот обхост позволяет зарегистрировать обработчики на ивенты, типа там Before Start Event, After Resources Created Event, After Endpoints Allocated Event. Это глобальные ивенты, а еще на каждый ресурс будет еще триггериться ивенты, типа Before Resources Start, Connection String Available и Resource Ready Event. Короче, теперь еще можно разные ресурсы или ваш вот этот вот обхост могут подписываться на разные ивенты и как-то что-то где-то, не знаю, донастраивать, да еще что-то делать. В общем, кажется, что теперь на Aspire тоже можно как-то очень хитро программировать. Поглядим, во что это выглядит. Пока примеров реальных не видел, но посмотрим. Там в статье какие-то довольно синтетические, так скажем. Если с Redis'ом был вот этот нормальный пример, сбросить кэш, он понятен, то вот с вентами там пока какие-то довольно синтетические, типа там вывести влог, что-нибудь, вот, но может быть и что-то реальное. Явно они это добавили из-за каких-то желаний пользователей для своих собственных нужд. Паспитаем. Да, какие-то такие точки расширения, которые довольно функциональны, и запихнуть в них можно много всего. Но интересно, какие у них в голове сценарии под это есть. Ну да, я пока не могу придумать, что я туда хотел бы запихнуть, но я и не пишу эти компоненты для Aspire, поэтому, наверное, если бы я писал, может быть, у меня уже было бы какое-то количество вещей, которые я хотел бы знать, что бы мне сделать, когда все готово, да, все там стартовано, что-нибудь, что-нибудь сделать. Ну и... Ну, например, поднять репликацию там на другом кластере. Если мы отвязываемся все-таки от локального дебага, вот у тебя там запускается где-нибудь нода на первом кластере, потом ты смотришь, что и раз она поднялась, значит, на втором кластере, например, можно загасить старую ноду, ну, старой версии. То есть, таким образом, rolling update, например, можно делать. Это так в плане конспирации. Ну, может быть. Но посмотрим. Я думаю, что мы будем находить какие-то статьи, где уже вот такие более advanced штуки будут использоваться, потому что пока все статьи по Spire они такие довольно вводные. Типа, смотрите, как я использую Spire в какой-то своей локальной разработке, но в целом, ну, поглядим, поглядим. Если попадутся что-то интересное с этими вот новыми расширенными штуками, или мы увидим это в каких-то более интересных, больших статьях, более подробными описаниями того, зачем это использовать, ну, конечно, поделимся. И с точки зрения интеграции, которые компоненты, да, напомню, что они теперь называются integrations, там добавили некоторое количество Redis Insight, OpenAI в превьюшке, которая позволяет, библиотечка, которая позволяет контактироваться ко всем OpenAI-шным штукам, MongoDB и там в Ажурной немножко тоже. Расширили, добавили поддержку функций в превью, то есть можно теперь в ваших проектах использовать Azure Functions и они будут подниматься в локальном хосте, не в Ажуре, а прямо в локальном, для локальной отладки. Вот такие у нас дела со Spire. Ну, хороший источник тоже нам вдохновения, новостей и всяких интересных анонсов. Да. Так, еще без чего не отходится про уже практически ни один наш выпуск, это без ИИ, искусственный интеллект. Куда же без него уже все плюш проел? Ну, приходится говорить, товарищи, поэтому не обессуйте. Чтобы быть в курсе, чтобы понимать, что в мире творится, что у нас есть и с чем мы работаем, Microsoft заанонсировал новый пакет, который называется Microsoft Extensions .ai и также там какие-то вспомогательные веб-библиотеки типа .abstractions, .ajure и прочие глупости, но в целом пакет называется так. Я бы звал его ни много ни мало так, не скромно, как Unified Building Blocks, то есть такие универсальные блоки для того, чтобы построить АИ-приложения на .NET. Давайте посмотрим, что же это такая за превьюшка. Да, это превьюшка. Итак, что же за билдинг-блоки такие? Это прежде всего набор библиотек, которые внутри себя собрали такие общие шаблоны проектирования, под которые подходят практически все текущие АИ-компоненты. Там у них есть куча абстракций, которые позволяют между различными провайдерами, между различными ресурсами каким-то образом универсализировать обмен. Сейчас он доступен в виде превью. В общем, пока стабилизируется и посмотрим, когда там релиз будет. Пока не очень понятно. Может быть, вместе с большим .NET-ом, может, еще нет. И подробнее. Если вдруг вы сталкивались с семантик-кернелом, то есть вот эта тема очень похожа на семантик-кернел. То есть там тоже пытались собрать какой-то универсальные компоненты, которые абстрагировались от конкретной реализации и прочее-прочее. В общем, если вы работали или знакомы с семантик-кернелом, библиотеку как логическое продолжение Microsoft Semantic Kernel Abstractions. То есть вот это оттуда пошло. Какие же там есть абстракции? для примера, всем нам плеш проевшую это чатики. То есть у нас есть какой-нибудь чат-клайент, у нас есть универсальный интерфейс iChat Client, который как раз позволяет потреблять вот этот чатик, независимо от того, какая там на том конце сидит модель, где она находится, какого размера и прочего. У этого чатика там есть какие-то коннекшены, у него есть какой-то completion, то есть что из этого чатика пришло у него с history, message и так далее. То есть стандартные вещи, которые будут у любого чатика, несмотря на то, как он реализован, а также несмотря на то, где он размещен, локально или удаленно. То есть здесь эта абстракция тоже пытается поддерживаться. Соответственно, этот чатик может заимплементировать все провайдеры, кому только придет в голову, как кто-то захочет поддержать вот этот универсальный абстрактный мега-интерфейс. Объявляется поддержка не только LLM-ов, то есть не только large-language моделей, но и small-language моделей. И также, кроме абстракции, которые нужны каждому уважающему себя чатику, там есть какие-то общие компоненты, с помощью которые юзаются всеми обычными аянями. Такие, как, например, кэширование нужно всем, open telemetry, там провязанная через все компоненты нужно всем. Также стандартные наши вещи, которые мы привыкли из АСП, например, логирование, DI-контейнер и прочие-прочие вот эти микрософтовские удобные штучки, которые пролезли в принципе везде и непонятно, почему бы не пролезть в том числе в фреймворк для написания чат-ботиков. Итак, какие же мы получаем преимущества, заполучив вот эту библиотеку? Прежде всего, это универсальный API, который един для всех и этот API, он как бы под одну гребенку зачесывает всех поставщиков и заставляет их использовать какой-то задекларированный интерфейс. Мы, например, видели такую наезд, монополию, интеграцию, захват с AI-логером, который подвел под единый черт у всех логер, с DI-контейнером, который рассказал нам, как мы должны все регистрировать DI-ки и использовать их. В общем, Microsoft вот эту сторону целится, он хочет создать такой единый API, под который будут поставиться все остальные производители всяких искусственных интеллектов. Ну, в принципе, это хорошее направление, нам-то лучше, там не разбираться с различными документациями, с различными настройками, в самом примитивном случае можем использовать Unified API. Также нам это дает гибкость, то есть она позволяет, например, авторам библиотек, которые работают с помощью каких-то там компонентов для искусственного интеллекта и сервисов. Они помогают вот эти библиотеки писать абсолютно независимо от того, какого провайдера потом в эту библиотеку подставят. И, соответственно, поддерживать даже тех провайдеров, которые не подразумевались на момент написания самой библиотеки, потому что есть такая удобная абстракция. Еще одно преимущество это простота в использовании, то есть декларируется, что разработчики теперь могут экспериментировать с различными пакетами, подключать различные компоненты и все это на том уровне абстракции, когда им будет необходимо менять минимум кода и при этом там тестировать сотни тысяч разных моделей и вообще не загоняясь о том, а какие они бывают. Дальше компонизация, то есть это возможность добавлять какие-то новых провайдеров или добавлять какие-то новые фичи и не задумываясь о том, какая там у вас есть реализация. Или, например, тестировать ваше приложение, то есть в качестве примера можно, например, в продакшене запускать ваши алгоритмы на OpenAPI-движке, а все тесты запускать на локальной LAMI, допустим, которая там бесплатная, локальная, быстрая и предсказуемая. И таким образом наша кастомизация, наше тестирование будет проходить более-менее с такими справдивыми данными, но при этом мы будем экономить и средства, и ресурсы, и прочее, прочее, прочее. Из коробки нам уже сейчас доступны в данном превью несколько компонентов, несколько реализаций. Прежде всего, это OpenAI-имплементация, это, естественно, журовская имплементация, куда же без нее, и AllLama-имплементация, это возможность как раз подключить, например, офлайновые модели. Кстати, мы в прошлом выпуске обсуждали AllLamaSharp, это специальная библиотека, которая позволяла запускать наши модели локально и в Дотнет общаться с этими локальными моделями. То есть, реализация от Microsoft, по сути, вот эта AllLama, она получается конкурент тому, той библиотеке, которую мы обсуждали с вами в прошлом выпуске. Но смысл весь остался тот же самый, поэтому, если вы пропустили информацию о том, как локально запустить большие языковые модели и на C-Sharp с ними работать, послушайте предыдущий выпуск. Кстати, к нам в комментарии на YouTube пришел замечательный человек и немножко нас поправил, что сказал, что AllLama Sharp это не единственный способ локально запускать модели. Существуют другие библиотеки, существуют другие инструменты и действительно это так. Необходимо упомянуть, что мы лишь вам рассказали о некоторых вариантах. Безусловно, таких вариантов намного больше. Поэтому большое спасибо за поправку. Если вдруг у вас тоже есть какие-то там замечания, то приходите, оставляйте комментарии, мы будем очень рады. Итак, что же у нас есть, что же дальше можно сказать про Microsoft extension AI. Ну, то, что у нас есть куча самплов на GitHub репозитории, поэтому, если вы хотите уже конкретно посмотреть, каким образом копы на AI подключить, чатик, законнектить, его настроить, запросить оттуда какие-то данные, вывести на консольку, вот это все, это в примерах есть. Примеры красивые, подготовленные и заимприментированные для всех провайдеров, которые здесь есть. Также напомню, что у нас теперь есть eShop Support, это специальный сампл от Microsoft, большой такой, разрешенный интерпрайз приложений, который как раз построен на том, чтобы показать возможности всяких AI-компонентов, и там Microsoft extension AI уже тоже используется, поэтому можно взять, открыть его, посмотреть, и какие-то идеи, может быть, взять в свое приложение. Ну, и так как библиотека все еще находится в превью, то импруммент, экспандинг, функционалити, перформанс, экстенсибилити и прочее тоже нас ждет впереди. Вот еще один такой фреймворчик, который Microsoft зарелизила, объявила, анонсировала и будет поддерживать, а мы будем держать вас в курсе, что там интересного они еще будут туда напихивать. Однозначно будем, поглядим, и AI тоже в тренде, и видимо, я не знаю, насколько, я даже ожидаю, что половина Dota 9 конфи будет про AI в том или ином виде. Я думаю, да, в прошлое тоже там как бы было очень-очень много, мы выдирали там буквально по кусочкам для нормальной новости, но это не должно уступить. Ладно, пойдем в нормальные наконец-таки новости, которых у нас давно не было, от Microsoft появилась, вышла точнее большая, подробная, ну ладно, наверное, не такая редкая статья про прям кишочки-кишочки и хардкор-хардкор, наверное, сравнима только со статьями Tauba про Performance Improvements, а именно статья про SVE. Давайте разберемся, про что эта штука. Мы знаем, что у нас есть SIMT, мы много про него рассказывали, это Single Instruction Multiple Data, то есть это некоторые специальные инструкции процессора, которые позволяют работать над векторами в довольно-таки, ну скажем так, оптимизированном виде, в том смысле, что параллельно обрабатывается один или несколько векторов, над ними выполняется какая-то определенная операция, одновременно сразу над всеми элементами, за счет чего достигается скорость, которая выше, чем просто если линейно эти вектора делать на обычном CPU, в смысле обычными инструкциями. Но проблема с симметрами в том, что она, эта технология требует векторов фиксированного размера, то есть оно работает там только со 128-битными, например, и вот вы тогда вынуждены написать ваш код ровно на них. SVE это штука, которая позволяет как раз делать то, что называется Flexible Vector Processing, то есть с векторами, у которых длина может меняться от 128-бит до 2048-бит. Соответственно, без необходимости как-то перекомпилировать приложение, потому что под разные типы сим-дов вы должны использовать прям разные типы векторов в коде. У нас есть в C-Sharp соответствующий тип вектора T, и вы туда должны запихать нужную чиселку сразу. Как это работает? Ну, для этого добавляются внезапно новые регистры. Регистров добавляется довольно много. у нас добавляется обычных, ну, как обычных, тех самых Scalable Vector Registers в количестве 32 штуки новых от Z0 до Z31. Также добавляется регистров, которые называются предикаты, регистры предикатов. Я сейчас расскажу, зачем они нужны. Ну, еще добавляется один регистр под названием FirstFaulting Register. Он нужен для определенных операций. предикатные регистры, они довольно интересные, потому что они покороче, они по длине, это 1,8 длины регистров, которые Z регистры, Z0, Z31. И они работают, ну, в каком-то смысле, как битовая маска, но только они не по битово, они по, поскольку они 1,8, то получается по байтово, то есть они маскируют целые байты сразу. Ну, вот так вот. Дальше. Значит, что у нас есть в опишке, что у нас есть в Дотнете? Статья, сразу скажу, она довольно подробная и детальная, там прямо с наглядными картинками, кто как, куда, в какие операции, какие битики меняются, как это все работает, это все рассказывает голосом, понятно, битовую арифметику очень сложно, поэтому я так общий обзор сделаю, если интересно, почитайте, как это внутри работает. Значит, Дотнет, интеграция Дотнета с технологией SVE сейчас заключается в том, что у нас есть API, которая позволяет работать, но пока в Девятом Дотнете она, конечно, SVE, она Scalable Vector, но это все будет за битами, зашито на вектора длиной ровно 128 бит. Ну, вот так получилось. Пока. В первой версии, потом, понятно, расширят, чтобы они были действительно Scalable, но пока 128 бит. Для того, чтобы поддерживать операции, мы используем тот же самый тип вектора t, и для предикатных типов тоже используется, для предикатных регистров, для предикатных этих переменных, которые надо передавать в операции, тоже используется тип вектора t. Рассматривали возможность ввести специальный тип, вектор маска или еще что-нибудь в таком духе, но там в статье объясняются причины, почему так не было сделано, ну, как минимум, просто для того, чтобы API была попроще. И всякие разные операции, в итоге добавляются, и добавилось их прям очень немало. Значит, для того, чтобы добавить новые инструкции, то есть инструкции, инструкции в SVE это некоторая такая базовая операция, то есть, например, не знаю, там, сложение, или там взять первый элемент, если он не ноль, иначе взять второй. Ну, из таких, и таких вот базовых операций примерно чуть больше, чем 1100 штук. Нормальный такой набор. Вот, то есть все эти операции были добавлены в runtime, в компилятор, поддержку, и понятное дело, что руками такое написать прям было довольно сложно, а главное без ошибок. Поэтому было сделано следующее. Да, это все работает на ARM процессорах, то есть это все в основном, ну, только для ARM, и есть спецификация от ARM в виде PDF-ки, в которой это все описано, и сначала команда .NET попыталась написать тул, который распарсил PDF-ку, вытащил из нее все необходимые вот эти вот обкоды и там входные и выходные параметры, и из этого сгенерил какой-нибудь код. PDF-ку распарсить не получилось, поэтому в итоге они получили от ARM XML-ный вариант набора этих инструкций, ну и, соответственно, сгенерировали нужное количество плюсового кода в runtime в JIT, чтобы сэкономить некоторое количество времени. Ну, тул они писали месяц, возможно, за это время можно было бы написать, но, может быть, это было бы с ошибками. Ну и довольно много всего, времени все равно пришлось много потратить на то, чтобы все эти инструкции аккуратно прописать, прописать логику локатора регистров, потому что, ну, инструкция, это, конечно, инструкция, просто прототипы, не прототипы, как это называется-то, ну, интерфейс интринсики, и объявление функции это описать можно, сгенерить, но логику локатора регистров, как для каждой операции эллоцировать регистры, какое количество их там нужно, это все нужно писать более-менее руками. Это все пришлось написать руками, то есть довольно большая работа проделана, хотя и часть автоматизировали. Дальше проблема возникла как напомню, что мы добавили 32 новых регистра, плюс еще, по-моему, там то ли 16, то ли сколько-то вот этих предикатных регистров. Короче, возникла проблема, потому что раньше внутри рантайма маски в логике, которая определяла, какие там регистры использованы, не использованы, как с ними работать, использовалось 64-битное число в виде маски, где каждый битик был собственный один регистр. И тут мы добавили новых, причем немало, и их общее число стало больше, чем 64. С этим надо было что-то сделать, там они рассмотрели, по-моему, 3 или 4 разных варианта, как с этим можно побороться. Ну, перешли на простую вещь, они просто сделали структурку из двух 64-битных чисел, и теперь у нас 128 возможных регистров, которые можно так закодировать масочками. Ну, это тоже была довольно интересная нетривиальная задача, потому что эта логика, она прошита через вообще практически весь рантайм. А дальше еще интересная штука с calling convention. Напомню, что когда вы живете на уровне вот таком низком, когда вы уже вызываете просто функции с точки зрения как бы инструкции процессора, то есть понятие calling convention. Наверное, кто-то помнит еще всякие слова типа fast call, cd-acall, std-call и вот это все. И по сути calling convention определяет, а как должны быть разложены аргументы, то есть кто отвечает за то, что аргументы будут положены в нужное место регистров стека, кто отвечает за то, что они будут оттуда очищены и так далее. И в каком порядке эти регистры используются, какие. И в общем для вызова вот этих вот SVA инструкций есть свои интересные моменты того, как вызывать. Особенно интересно то, что они немножко отличаются в зависимости от того, calling convention отличаются в зависимости от того, вызываете вы обычный метод или SVA метод. Ну и SVA инструкцию. Там тоже есть некоторые свои приколы, потому что у нас много регистров, если по дефолту мы будем всегда сохранять все регистры куда-нибудь демпить, а потом их восстанавливать, мы просто потратим кучу времени и вся экономия от того, что мы вызываем какую-то супервекторизованную инструкцию сведется на нет. Поэтому тоже надо к этому подходить довольно и интересно. Ну и да, тот самый FirstFoldRegister, с ним тоже пришлось отдельно поработать. Есть отдельная специально выделенная опишка, то есть из этих 1100 плюс опишек есть несколько методов для работы конкретно с этим регистром, который как раз, ну это в некотором смысле можно сказать такой регистр терапереполнения или что-то в таком духе, в который некоторые операции могут записать дополнительные результаты, потом его использовать. Ну, соответственно, вот для него тоже пачка опишек сделана. После того, как вы добавили в рантайм 1100 с лишним новых инструкций было бы неплохо как-то это протестировать, потому что понятно, что что-то может пойти не так. И это все действительно сильно протестировали, тоже нагенерили кучу тестов некоторым код-генераторам, ну плюс какое-то количество, видимо, написали руками, чтобы проверить, что все правильно генерится в разных случаях. Довольно много было сделано ручного тестирования, потому что в момент, когда все это добавляли, далеко не все можно было запустить в CI, просто из-за ограничений железа, потому что далеко не все железо поддерживает SVE. Это такая сейчас довольно передовая штука, и просто на обычной виртуалочке это не запустить, нужны специальные виртуалки с поддержкой SVE, и это, в общем, не так-то просто. Ну и дальше проблема в том, что поддержали пока всю эту очень маленькую часть. Выглядит это все, конечно, так скажем, то, что по-английски называется promising, многообещающе, но пока все это ограничено 128 битами и только, это не поддержано в режиме native out никак, это все пока под флагом experimental, и понятно, что Microsoft ждет некоторого фидбэка от комьюнити на предмет того вообще, насколько это все будет нужно, потому что дальше там есть всякие разные расширения, то есть помимо того, что нужно сделать его действительно scalable, то есть действительно динамичным с точки зрения не только 128 бит, а максимум до 2 килобайт, но есть еще дальше расширение, там streaming mode, а есть еще scalable matrix extensions, следующая, так скажем, ступень, когда вы не над векторами, а уже прям над матрицами оперируете, и кажется, в сторону, опять же, реверанс в каком-то смысле в сторону AI и частично того, тех мест, хотя это понятно, что там в основном все на графических карточках делается, но почему бы быстро матрицы не поперемножать и на CPU, так что вот, если вы хотите почитать хардкорную статью, обязательно рекомендую, действительно хорошо написано, Кунау, в общем, знает толк в том, как писать статьи, все подробно объяснено, со схемами, и в целом все понятно, но рассказывать это прям тяжело, потому что, ну, я так и не придумал, как нормально рассказывать всякие такие битовые штуки голосом, поэтому кратенько я рассказал, дальше, если тема заинтересовала, посмотреть, рекомендую прям в статью. Ну, да, такие вещи, наверное, лучше визуально как-то осознавать. Так, еще интересно есть статичка, очень нишевая, но вполне интересная, это немножко, поговорить подробнее про Overload Resolution Priority. Мы упоминали уже про этот атрибут скользь, когда обсуждали новинки C-Sharp 13, но там было довольно мало примеров и не очень понятно, зачем он нужен. И вот вышла статья, которая нам как раз-таки немножко примерчиков раздает, и можно примерно представить, как эта штука используется. Итак, Understanding Overload Resolution Priority атрибут. В C-Sharp 13, как я уже сказал, появилось сие чудо, и для широкого круга наверное мало применимо, но вот для писателей библиотек это довольно полезная штука. Наверное, Microsoft там в первую очередь может для самого себя и выпускал. Так, здесь мне тоже потребуется от вас фантазия, которая заставит вас представлять код в голове, поэтому давайте тренируемся, я думаю, этот навык у нас уже хорошо развился после прослушивания наших подкастов. Представьте, что у нас есть библиотечка, и есть наше приложение, которое использует этот библиотечный метод. В библиотечке очень просто, у нас есть класс sample, и у нас есть у этого sample один единственный статический void метод, который называется test. И этот тест выводит на консоль строчку, которая называется test1. Самое примитивное, что только можно представить. Статический класс с единственным void статическим методом, который просто на консоль печатает константу test1. У этого метода никаких атрибутов нет, никаких аргументов нет. И у нас есть какое-то приложение, которое просто-напросто делает из статического класса .test1 без всяких параметров, вызывает этот метод Вот такой пример, и нам его достаточно на протяжении всей статьи Надеюсь, осознали, представили, поехали дальше Теперь мы хотим обновить нашу сигнатуру Мы хотим добавить один опциональный параметр Допустим, ColorMemberName То есть мы теперь хотим у этого теста знать, а кто же, собственно, нас вызывает Поэтому мы берем старый метод и добавляем к старому методу опциональный строковой параметр, который называется name Ставим ему атрибут ColorMemberName и по дефолту даем значение пустая строка То есть у нас, опять же, статический класс sample появляется То есть был класс sample В нем вместо старого метода появляется статический void метод test У которого есть один-единственный аргумент, имеющий значение по умолчанию, пустая строка И в качестве реализации он теперь выводит слово test Вот, кажется, что в принципе все нормально Мы сделали то, что хотели, мы расширили нашу сигнатуру Притом ничего не сломали Так как мы сделали дефолтное значение поставить до этого метода Но это только на первый взгляд Наши внимательные слушатели, те, кто слушал наш выпуск про breaking change Конечно же догадались Что даже если мы выставляем дефолтное значение этому аргументу То это бинарный breaking change И так делать нельзя И мы не можем такой себе позволить, как авторы библиотек Гораздо более правильным методом было бы все-таки оставить старую сигнатуру Абсолютно без параметров И при этом добавить еще один новый метод У которого будет уже новый параметр, тот, который мы хотим Но, к сожалению, это тоже не работает Давайте рассмотрим подробнее почему Итак, если мы оставляем старый метод test без параметров И добавляем новый метод, который называется точно так же test Но при этом у него есть один единственный параметр С дефолтным значением пустая строка То компилятор будет использовать старый метод в вашем приложении То есть старый метод test Почему? Ну вот у него такие правила резолюции То есть правила нахождения метода Если метод существует, то есть имена у них одинаковые, напомню И компилятору нужно выбрать, какой из них вызвать И первый метод у вас без параметров А второй с одним единственным параметром И у этого параметра за одно значение по умолчанию То компилятор как раз вызовет метод без параметра По дефолту Потому что он больше подходит под вот эти его правила С помощью которых он выбирает, какой из методов вызвать То есть методов с одинаковыми именами Напомню, что удалить старый мы не можем Потому что это сразу breaking change То есть нам как-то нужно оставить оба метода Но при этом заставить существующий код в приложении Вызывать наш новый Не удаляя старый Кажется, что задача практически невыполнима И вот как раз в этот момент на сцену выходит Наш overload resolution priority attribute Который как раз таки вам позволяет указать приоритет С помощью которого компилятор будет выбирать А какой же из overload методов он выберет И если, ну опять же, приоритет может быть отрицательным То есть нам не обязательно новому методу повышать приоритет Мы можем старому методу приоритет понизить И так и сделал автор Он взял старый тестовый метод тестовый без параметров И навесил ему атрибут со значением минус один В этот момент наш новый метод Который с одним единственным параметром со значением по умолчанию Стал автоматически приоритетом побольше И поэтому теперь компилятор выберет именно его В нашем приложении Который вызывает просто метод тест Из статического класса И то есть теперь вы можете добавить себе в библиотеку Override метод совсем без breaking changes Что в принципе мы и хотели добиться Еще одно интересное использование Можно даже сказать Этого метода Этого атрибута Довольно неочевидно Допустим, у вас есть класс sample У него есть метод тест И то есть один и метод тест есть второй И эти тесты называются одинаково Эти методы называются одинаково И все они принимают один единственный аргумент Но первый принимает интовый аргумент А второй принимает байтовый аргумент Один единственный Если мы вызовем метод тест Например, с единичкой То у нас автоматически будет использоваться Интовое переопределение То есть тестовый метод с интовым аргументом Ну потому что компилятору больше единичка Кажется, что она больше похожа на int, чем она похожа на byte Но если мы хотим, допустим То, что влазит в байт Передавать в метод байтовый, который принимает байт А то, что в байт не влазит, уже в интовый Раньше тоже такое сделать практически нереально было Теперь достаточно поставить Атрибут оверлоуд резолюшн приорити в один Над байтовым методом То есть указать, что байтовый метод наиболее приоритетный И после этого компилятор будет пытаться подставить в байтовый метод Все значения, которые влазят в байт Например, если мы вызовем сэмпл тест с единичкой Он будет использовать байтовый метод Если мы вызовем сэмпл тест с тысячей Со значением тысяча То уже в байт компилятор его не сможет засунуть И поэтому будет использовать метод тест с интом Вот такое довольно неочевидное применение вот этого атрибутика Из ограничений следует отметить Что данный резолюшн приорити атрибут Он поддерживает только методы, которые находятся в одном и том же классе Которые находятся недалеко друг от друга То есть поэтому невозможно создать, например, какой-нибудь экстеншн метод Назвать его точно так же, как, например, какой-то существующий экстеншн метод И переопределить поведение существующего экстеншн метода Чтобы теперь все начали вызывать ваш экстеншн метод, а не тот, который был там Скорее всего, это сделали специально, опять же Потому что код может прийти вообще в невалидное состояние Если мы сейчас начнем переопределять какие-то уже существующие методы К которым уже все привыкли Допустим, тот же самый линку Можно будет заново весь переопределить в каком-нибудь соседнем экстеншн классе Все бы сошли с ума Поэтому, скорее всего, это было сделано специально Итак, если у вас есть dotnet 9, то никаких проблем Вы можете использовать этот атрибут на свое усмотрение Но если вы используете более раннюю версию dotnet, в котором этот атрибут еще не был объявлен То тоже не беда Потому что можно воспользоваться так называемыми полифилами Это или, ну, где-то пакет можно поставить, где этот атрибут объявлен Или можно просто-напросто написать в вашем собственном коде И заимплементировать самому этот атрибут Потому что на самом деле компилятору, неважно в каком нам спейсе лежит этот атрибут Он просто смотрит на название Поэтому вы можете у себя просто-напросто объявить Internal Sealed Class Avilot Resolution Priority Attribute Отнаследования атрибута Указать ему все нужные поля Набросить на него все нужные атрибутики И компилятор сможет его использовать Независимо от того, какой у вас фреймворк Главное, чтобы компилятор поддерживал это чудо Вот такая довольно узкая ниша, наверное, действительно Применение этого атрибута Но зато, если она вам понадобится То вы можете решить довольно сложные задачи, которые перед вами встали Ну да, я так понимаю, что основная его цель Это как раз-таки для самой команды Рантайма и бестандартной библиотеки Чтобы иметь возможность добавлять Новые методы перегрузки в библиотеки Не нарушая совместимость никак Ну, наверное, да Но действительно, авторы библиотеки могут тоже воспользоваться При случае, действительно, что-то удобное сделать Ну чего, основной контент, мне кажется, мы разобрали Кажется, можно перейти к кратко-разному Куда у меня очень чесались руки запихнуть DotaNut9RC2 Который действительно получился очень кратким Но есть и без DotaNut9RC2 О чем поговорить И начнем мы с статьи про серилок Небольшая статейка у Николаса Блумхарта О том, что вышел новый серилок 4.1 Насколько я понимаю, это какое-то превью Ну, в каком-то виде Но там появилась интересная фича Называется FallbackSync То есть, если вы когда-нибудь сталкивались с задачей Что нужно писать, например, логи в какой-то синк Но если он недоступен То, например, хотя бы сложить файлик То есть, ну, например, не знаю, шлем куда-нибудь по сети Но если вдруг сеть почему-то отвалилась Ну, давайте хотя бы файл запишем, чтобы не потерялось То теперь есть прям встроенная фича Вы вместо того, что вы write to точка И куда вы там пишете Пишите теперь write to точка fallbackchain И дальше в виде набора аргументов Перечисляете разные, собственно, синки Куда вы хотите записать И он в некотором порядке будет их перебирать Ну, в порядке указанном на самом деле Будет перебирать При этом это все работает на основе новой фичи Которая называется Ну, которая реализуется через интерфейс IloggingFailureListener И это интерфейс, в котором есть метод Который позволяет вам обработать тот факт Что вы что-то не записали в какой-то синк Ну, и сделать некоторые следующие действия Вот fallbackchain, он просто выбирает следующий синк И пытается записать туда Там дальше можно понастраивать Всякие разные количества повторов Вот это все Но в целом, если вам нужен какой-то прям супер Надежный логинг Который точно хоть что-то, хоть куда-то запишет Там в сеть, в файл, не знаю, в консоль Куда угодно, то почему бы и нет Можно теперь такое поиспользовать в новом серии Так, я напомню, что мы в прошлом выпуске обсуждали Статью, которая нам рассказывает О каким образом можно расширить функциональность Янумов с помощью перехода на рекорды, на классы Стандартных Янумов, которые в C-Sharp И вот к нам на ютубчике тоже пришел автор Тоже пришел наш слушатель И сказал, что в принципе он знает хорошую библиотечку Поэтому если вам вдруг не хватает функциональности стандартных Янумов То можно воспользоваться библиотекой, которая называется Smart Янумс То есть для этого есть даже специальная библиотека Кто бы мог подумать И она примерно делает то же самое из коробки Вот что мы обсуждали в статье И еще поддерживает там специфику с сериализацией или десериализацией Поэтому отлично тоже библиотечка я посмотрел Smart Янумс Если вдруг кто-то сталкивался с такой проблемой Что вам не хватает стандартных Янумов Тоже гляньте на нее полезная штука Ну и если вдруг у вас еще будут какие-то интересные библиотеки, дополнения Опять же пишите в комментариях Очень интересно все читать Smart Янумс это как тоже ссылочка будет в шоу-нотах Еще одна интересная статья Которая вышла и поразила нас до глубины души своим откровением Это то, что райдер получает новую лицензию То есть у райдера появляется non-commercial use лицензия В частности JetBrains выпустил райдеры WebStorm Под non-commercial use лицензией Начиная с версии 2024.2.7 Будет доступна такая штучка И это полноценный IDE Полнофункциональный Без всяких там ограничений И ее функциональность абсолютно сопоставима с платной версией За исключением, наверное, нескольких моментов В частности, у вас всегда будет собираться Data Collection То есть будет отправляться анонимная статистика в логое JetBrains Это нельзя отключить в non-commercial use лицензии И там нет оффлайн-активации То есть для того, чтобы активировать вам IDE с такой лицензией Необходим JetBrains аккаунт В принципе, и это, по-моему, все ограничения В статье более подробно описано, кто считается commercial use Кто не commercial Там, в принципе, довольно хорошие примеры приведены Если для вас это важно, то почитайте, посмотрите Ну, а всем остальным попробуйте проверить, насколько эта штука будет работать Да, отлично И теперь пойдем в последнюю нашу тему Тут я довольно активно опять вернулся к прослушиванию разных подкастов И есть у меня две рекомендации для вас Один подкаст – это подлодка, которую я дослушал почти до конца И выпуск 393 про социальную инженерию Он не про дотнет, он не про технику Но он прям про все вот эти вот звонки Да, про банки, МВД и вот это все Послушайте, там специалисты в этой области В смысле в области безопасности и вокруг всего этого Рассказывают подробно, детально, как это работает Какие способы применяются Просто очень интересно послушать для общего развития Прям рекомендую С удовольствием провел эти сколько там, полтора часа или около того Ну, а если говорить про дотнет То у No Dogma Podcast вышел выпуск 174 с Мэтсом Торгерсоном Мне кажется, это у них уже такая плюс-минус традиция По-моему, на последние две или три версии он точно приходит И он рассказывал про C-Sharp 13 Там первые полвыпуска я бы, может быть, даже рекомендовал плюс-минус пропустить Потому что там они обсуждают, какая же классная фича, значит, парамс Которые теперь могут быть инумерами и всем таким прочим В очередной раз обсуждают, как происходит процесс дизайна языка Вот это все, комьюнити там, да, LDM-ы Ну, так, не очень много А самое интересное, это последние где-то, по-моему, минут 20 или 25 Где обсуждается судьба трех фич Одна фича — это field keyword Я напомню, что мы, ну, я не знаю, сколько раз уже в этом подкасте упоминали про эту фичу Про то, что у нас есть getter и setter Да, в setter у нас уже есть спецслово, спецключевое слово value И была идея, ну, она даже реализована Добавить ключевое слово field Так, чтобы можно было не писать backing field руками, а просто присваивать в такой field И с этим ключевым словом была проблема, что оно могло конфликтовать с реальным полем, который называется field Что в этом случае делать было не очень понятно Была идея, что, а давайте мы, значит, сделаем вот такой режим Когда мы новым SDK компилируем проект под старый SDK Который при этом знает вот про то, что мы там добавляем какие-то breaking фичи Breaking change, в частности, field То есть мы сможем проанализировать таким компилятором как бы старую версию кода Понять, что там есть или нет проблемы Подсветить это ворнингами И сказать, вот смотри, если ты сейчас переключишь SDK То мы тебе все сломаем Поэтому давай ты здесь поправишь И вот тебе, кстати, и код fix Значит, прямо в студии Отличный был план Это была экспериментальная фича, которую они собирались зарелизить в C-Sharp 13 Чтобы как раз-таки проверить, как вот вся эта история с подходом к этим breaking change будет работать Чтобы была потом некоторая история и понимание, можно ли с таким работать И, как сказал Мэттс, ближе к релизу они поняли, что это что-то им как-то стремно Релизить такую штуку Вдруг они кого-то сломают, и они решили ее убрать в превью Погоди, но это же экспериментальная штука Как она может кого-то сломать? Ну, в смысле, нет, она не планировала быть экспериментальной То есть она планировала быть в нормальном релизе То есть если ты берешь Если у тебя есть, допустим, класс, да, в нем есть поле field Ты у себя в CS ProG Ты ставишь новый .NET И сразу в CS ProG ставишь target .NET 9 Не пытаясь скомпилировать target .NET 8 новым 9 SDK То у тебя все сломалось Вот Потому что твой field теперь не используется Используется ключевое слово Ну, или может хотя бы не скомпилиться Я уже не помню, как оно будет работать в разных случаях Но технически у тебя может поменяться поведение, грубо говоря, твоего кода Без каких-либо воргингов, предупреждений, чего угодно Ну, а как же они планировали эту штуку внедрять-то? Если они осознали это в последнюю неделю перед релизом Ну, вот план был А для этого два года разрабатывали План был такой, что ты никогда, ну, что ты типа, ну, ладно Не то, что все разработчики будут такие умные А ты сначала ставишь новые SDK и им компилируешь Потом только поднимаешь версию target SDK Когда ты убедился, что под старые SDK тоже собирается В смысле, под старые таргет Ну, вот И они поняли, что этот план не рабочий, да, и они от него ушли Кажется, что они, ну, Мэтт сказал, что что-то мы, это, испугались То есть, как бы, он буквально сказал сразу, что, типа, we were afraid of breaking changes И поэтому, типа, убрали фичу в превью Вот Ну, так могли же тоже ее закрыть каким-нибудь экспериментальным атрибутом Чтобы те, кто явно включил такую штуку, могли у себя пропилировать Ну, да, 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 ну, в превью, в смысле, это значит, что если ты поставишь length preview Или как-то там, оно будет работать, пожалуйста, оно есть Но они таким образом, по сути, не смогут протестировать вот этот свой механизм Как, так сказать, ломать код при этом с нормальными предупреждениями Да, понятно Так, а он сказал, в какую сторону они дальше будут двигаться Они вообще забьют или придумают какую-то новую стратегию миграции перехода Ну, конкретно с филдом, как я понял, если я правильно понял подкаст В 14-м C-шарпе она будет выкачана уже сразу в боевой И как-то он так сказал, что, типа, ну, если... И там они не боятся, да? Да, 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 что, типа, если у вас был код на 12-м И вы сразу правы, действительно, на 14-м То, типа, да, без вордингов все заработает прямо так И там ведущий такой, типа, а, то есть, типа, не будет никаких вордингов Которые вы там вот планировали Ну, такой, не будет Короче, я что-то не понял Может, еще кто послушает, объяснит мне В общем, в 13-м они забоялись А в 14-м, который еще и LTS будет, напомню Ну, в смысле, .NET соответствующий, да, будет LTS Решили, что норм Возможно, они за год еще что-нибудь придумают и передумают Ну, в общем, в 13-м C-шарпе field keyword он будет Но для того, чтобы его включить, его нужно будет передать флажок preview Ну, и как там этот long version поставить Не latest, а preview уже, по-моему, в CSPROG можно поставить Тогда будет field keyword Это первое Второе Extension everything Как мы помним, на MSBuild конференции летом Торгерсон с кем? С Джаредом, по-моему, они Или со Скоттом Хантелем Ну, в смысле, с кем-то они Показывали фичу extension everything Где там были implicit extension Можно было расширить там Не только метод расширения добавить Но и property, и что-то там еще Индексеры, по-моему, показывали Не помню уже точно В общем, это фича, которую они тоже не взяли в релиз Потому что они поняли, что Когда они написали довольно много кода Они поняли, что они нашли какое-то немеренное количество корня аркейсов Когда это то ли не работало То ли работало плохо, то ли мешало чему-то внутри В общем, они сделали следующее Они еще раз посмотрели на фичу Выкинули оттуда то, что называлось roles То есть я так понимаю, что это Ну, то есть, грубо говоря, в фиче есть фишки, виды там Добавить extension методы А можно добавить, типа там, новую реализацию интерфейса В уже существующий класс, да, как бы извне Вот роли, я так понимаю, это про это Это пока отложили Вот А extension everything в каком-то виде Должен появиться в следующем C-sharp Они планируют, что они как бы выкинули самое сложное Остальное они успеют сделать И в следующем C-sharp у нас в каком-то виде новые экстенджены появятся А то, в каком виде они эти ролсы сделают, они еще не знают И когда они придумают, это снова будет какая-то пятая нога Ну, вот, смотри, нет В целом, в целом, вот как показал опыт, не знаю, там, паттермачинга, да Они, хоть у них это и получается медленно, но в смысле тот же паттермачинг Они неплохо распилили на несколько релизов, да Сколько, на пять релизов подряд, да И в итоге получилась довольно стройная картинка в конце Конечно, но мне кажется, тут было абсолютно наоборот Они в паттермачинге, скорее всего, сначала все запроектировали Как это расширяться будет и будет внедряться А потом разбили это все на этапы, это окей А здесь они говорят, мы не можем запроектировать У нас не получается, что-то не сходится Нет, они не могут сейчас заимплементить так Чтобы то, что сейчас зарелизжено и потом нужно будет поддерживать годами Они были бы в этом уверены Я так понял, что они, ну, то есть буквально это звучало Что мы сейчас splitting this feature into parts Я прямо вот цитату себе записал То есть они сейчас пытаются распилить эту фичу На, ну, относительно независимые кусочки С понятными переходами между собой И понятно, как каждый кусочек уложить в релиз Ну, хотя бы понятно Хотелось бы, чтобы они понимали, чтобы это было консистентно и красиво Да, и понятно, что в этом разбиении роли будут точно в конце Вот это типа было озвучено То есть роли мы точно не будем брать первыми Первыми мы будем брать То есть, как он сказал, типа, в следующем релизе Я точно надеюсь, что мы сможем экстендить Пропертии, индексеры Возможно, статические мемберы добавлять Возможно, конструкторы Вот звучало это так Вот То есть, ну, типа, основные, короче, что ты мог бы захотеть экстендить Ну, просто если у них уже в голове понимание есть, как это должно выглядеть И там у них уже какая-то имплементация тоже была Могли бы нам бросить хотя бы, не знаю, хотя бы пропертии Хотя бы индексеры уже готовые Бросили бы в этот релиз Ну, вот, видимо, что-то пошло не так И последняя большая фича, про которую мы тоже говорим Каждый релиз C-Sharp уже много-много лет Это Discriminated Unions Значит, в Discriminated Unions ситуация такая Мэтт сказал, что сейчас идет над ними активная работа Они пытаются придумать И вот как раз-таки сформировать некоторые видения того Как это будет выглядеть в языке Во что это должно превращаться Как это должно обрабатываться Насколько там важна А, видимо, достаточно важна Тот самый Completeness С точки зрения Pattern Matching Это то, чего все ждут Чтобы тебе не нужно было писать дефолт И компилятор сам понимал, что вот ты здесь рассмотрел все варианты Как это сделать с учетом, ну, грубо говоря Расширяемой системы типов, да И возможности, на самом деле, там Генерить типы в рантайме По большому счету, да, наследники Надо все это, ну, продумать Короче, работа есть И Мэтт сказал простую штуку Что работа идет Работа идет активная И Discriminated Unions точно не будет в 14-ом C-Sharp Так что два года ждать еще минимум Ай-яй-яй-яй Вот То есть, типа, они уверены, что в 14-ом не успеют Такие дела Ну, ладно Ну что ж, на этой грустно-пессимистичной ноте Давай завершаться Да, давай завершаться Ну как, грустно-пессимистично, но Зато честно Ну, опять же, мы какой релиз уже сидим без нормальных фич-то У нас уже, как бы, хвастаться нечем То раньше был C-Shark впереди планеты всей Все оставали от нас минимум на 10 лет А теперь наворотили таких фич, что теперь каждую новую Попробуй впихни в этот пазл Чем больше пазл У них не один год был У них уже сколько релизов впустую просто проходят Вот могли бы уже вернуть что-нибудь Вот они что-то делают Ну, что непонятно Ладно Сегодня мы обсудили девятый дотнет релиз кандидата 2 В котором ничего нет, только стабиль работы по стабильности Вспомнили, что нового систем текст Джейсон В, опять же, девятом дотнете Посмотрели на дотнет Aspire девятый релиз кандидата 1 С кучей новых фич Посмотрели на новую библиотечку Microsoft Extensions AI Для работы с AI Глянули на статейку про Scalable Vector Extensions Посмотрели на атрибут Overload Resolution Priority И пообсуждали всякие разные небольшие новости Про там будущее C-Sharp и все такое прочее вокруг него И это был 102 выпуск радио Дотнет На этом, наверное, все Да, всем спасибо До новых встреч Слушайте шарик, репост Комментики там, пальчики вверх Все, 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 как вы умеете Все, как вы любите Всем пока, до новых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok